на пять минут. А сейчас защищается Евгения Аркадьевна Рубанова с темой полуавтоматическая морфологическая разметка параллельного русско-санскритского корпуса научный руководитель Дмитрий Владимирович Сеченава, научный консультант Марс Юрьевич Гасмус. Пожалуйста, Женя здесь. Здравствуйте. Ага, пожалуйста, начинайте. Здравствуйте. Ага. И если можно, полный экран. Да, пожалуйста. Тема моей дипломной работы полуавтоматическая морфологическая разметка санскритского параллельного русско-санскритского корпуса. Вначале будет рассмотрена цель работы, а затем охарактеризован объект исследования, рассмотрены различные способы решения задачи и показано применение финального способа на параллельном корпусе. начнем с обзора существующих санскритских корпусов. Нам их известно несколько. Основным является Digital Corpus of Sanskrit, первый в списке, который содержит грамматически размеченные санскритские тексты общим объемом в 4,5 миллиона слов. Известны также и другие коллекции санскритских текстов, в том числе с переводами на английский, но ни одной из них, тем не менее, нельзя назвать параллельным корпусом, то есть санскритского параллельного корпуса не существует. Итак, целью нашего исследования является создание инструмента выделения и обработки санскритизмов из русских переводов древнеиндийских эпосов, таких как Махабхарата и Ромайна, которые будут рассмотрены чуть позже. Создаваемый инструмент будет применим в морфологической разметке параллельного русско-санскритского корпуса, а также в создании автоматических указателей к книгам. Поставленная цель предполагает решение следующих задач, главные из которых описать извлекаемые сущности, охарактеризовать существующие указатели, в частности, в Махабхарате, установить наиболее подходящий метод извлечения информации, создать, собственно, сам инструмент обработки текста и применить его в разметке параллельного корпуса и генерации автоматических указателей. В числе используемых материалов в первую очередь сами древнеиндийские эпосы Махабхарата и Ромайна, суммарный объем которых очень велик и, например, в 10 раз превышает ламеровских Ильаду и Одиссея. Нужно сказать, что в тестировании системы использовались третьи тома эпосов. Также список санскритских имен из Махабхараты, называемый список Сёренсена, список санскритизмов, полученный из электронных санскритских словарей, словарь иностранных слов, так называемый созданный нами объединенный словарь русского языка, в который вошли слова из грамматического словаря русского языка и толкового словаря, и морфологические слова русского языка, взятый с сайта OpenCorp. Важным замечанием является то, что санскритизмами, а также санскритскими именованными сущностями, мы называем для удобства все санскритские заимствования, широко распространенные в русском языке и не широко распространенные тоже, такие как йога, карма, буддизм и так далее. А также сами санскритские имена, термины и другие семантические группы слов, среди которых названия растений, животных и географические названия. То есть понятия санскритских именованных сущностей и санскритизмов в нашем исследовании равны друг другу. Было установлено, что санскритизм составляет немалую долю русского перевода санскритских текстов, а именно 13%. С морфологической точки зрения санскритизмы можно разделить на простые группы, склоняемые и несклоняемые. Однако определить род, число или падеж по одному лишь окончанию в большинстве случаев, возможно, не представляется, так как, например, на «у» могут заканчиваться как слова мужского рода, так и женского. Поэтому морфологическая разметка санскритизмов требует наличия инструмента, который задействует некоторые другие признаки, такие как, например, контекст для определения морфологических характеристик слова. Методы извлечения информации из текста можно разделить на две большие группы — подходы, основанные на правилах и машинное обучение. Отдельно стоят готовые системы извлечения информации, которые опираются, как правило, на контекстные правила и используют собственные словари имен, поэтому для нашей задачи не подходят. Надо сказать, что оба названных подхода активно используются по сей день, и их эффективность варьируется в зависимости от задействованных методов и типа извлекаемой информации. В связи с тем, что мы располагаем списками санскритизмов и санскритских имен, выбранный нами подход базируется на их использовании и введении некоторых правил, то есть мы будем использовать подход, основанный на правилах, финальной версии нашей системы. Ход проведения всего исследования можно разделить на несколько этапов. На первом этапе производились попытки извлечения санскритизмов из текста с помощью известных морфологических анализаторов. Затем с использованием полученной информации была создана собственная система обработки текстов, которая впоследствии применялась для генерации указателей и соотнесения санскритских имен в параллельном корпусе с приписыванием им и морфологических тегов. Итак, на первом этапе исследования извлечения санскритских именованных сочностей с помощью морфологических анализаторов производилось шестью способами. Анализатор Pimorphy обозначает имена, отсутствующие в его словаре меткой fake dictionary, поэтому сохранялись имена, имеющие в разборе эту метку, принимая за факт, что такие имена являются заимствованиями, то есть отсутствует в его словаре, значит это какое-то не русское слово, а в нашем случае заимствование, то есть санскритизм. То же самое проделывалось с анализатором ASTEM и его меткой для несловарных слов Bastard. Третьим способом стало получение леммы с помощью леммы-словоформы с помощью Pimorphy и MSTEM и проверка на ее вхождение в словарь. И, соответственно, если полученная лемма не входила в словарь русского языка, то эта словоформа сохранялась. По тому же принципу тоже считалась санскритизмом. Здесь использовались объединенные слова русского языка, а они, в отличие от двух предыдущих способов, они зашиты в анализаторы собственные словари. Тот же алгоритм повторялся с анализатором DPUB и Stemmerum Snowball. Последний способ отражает совершенно другой подход. Идея состояла в генерации полных парадигм всех санскритизмов из имеющихся списков и их поиск в тексте. Итак, эффективность работы методов отражена в таблице. Как вы можете видеть, самым результативным оказался четвертый способ с задействованием DPUB и объединенного словаря русского языка. И так как этот анализатор DPUB справился с задачей изучения санскритизмов лучше остальных анализаторов, было решено протестировать его отдельно на предмет определения морфологических характеристик санскритистских именованных сущностей. Климатизацию санскритизмов DPUB произвел с довольно низкой точностью, всего в 47%, что не позволяет его использовать конкретно для этой цели. Однако очень хорошие показатели были получены в определении числа и рода санскритизмов, поэтому эти данные мы использовали в дальнейшем на этапе создания собственной системы обработки текста. Стоит заметить, что лучше остальных DPUB справился с задачей в первую очередь потому, что анализатор основан на нейросети и в отличие от других используют контекст для разбора каждого слова. Итак, создана нами система обработки санскритского текста, то есть перевода санскритского текста, выполняет в первую очередь извлечение санскритизмов и во второй подбор их лем. В системе используются морфологические слова русского языка объемом в 3 миллиона слов, очищенные предварительно от заимствований с помощью словаря иностранных слов, а также выведенные нами правила уделения основы. Каждое слово из текста подвергалось стеммингу на основе наших правил, после чего искалось в корпусе русских слов и в корпусе и в санскритских списках, то есть в списке Сёренсена и в списке санскритизма. И если слово не находилось в корпусе русских слов, но при этом обнаруживалось в санскритских списках, оно сохранялось. При этом отдельно обрабатывались слова за главной буквы, так как часто встречалась амонимия основ санскритских имен и русских слов. Вот, как вы можете видеть на слайде, санскритские имена яма, арка, парада и так далее. И сохранялись все слова из наших санскритских списков, которые могут быть лемны к данному выделенному санскритизму. Тестирование инструмента излучения на первых пяти главах третьего тома показало, что извлечение санскритизма выполняется с точностью 98% таким способом. Второй этап — это определение леммы. Определение леммы происходило с использованием дополнительных ограничений на окончание, то есть новых разработанных правил, а также правил, задействующих информацию о падеже из анализа Дипанула. То же тестирование на пяти главах Махапкарита показало точность леммытизации санскритизма в 98%. Помимо высокой результативности инструмента, одно из главных его преимуществ в сравнении с испробованными ранее методами состоит в том, что получение леммы санскритизма происходит с помощью имеющихся списков санскритских слов, таким образом отпадает необходимость генерировать лему самостоятельно. Итак, на текущем слайде отражен алгоритм работы стеммера схематично. Только что мной описанный. Перед вами часть рубрик с генерированного автоматического указателя кромайни. То есть далее система применялась в задаче генерации автоматических указателей. И стоит заметить, что указатель генерировался с использованием материалов, полученных в ходе просмотра и анализа вручную существующего указателя к третьему тому Махапкарита. Поэтому, как вы видите, некоторые рубрики уже содержат аннотацию или пояснение. Это было сделано с целью приблизить автоматически созданный указатель к тем, которые существуют и которые сделаны вручную. То есть указатель кромайни генерировался с опорой на существующий указатель к Махапкарите. Общая бесшесказанная. Затем созданный инструмент применялся на параллельном корпусе. Соотнесение санскритских имен в русском тексте и санскритском оригинале происходило в два этапа. Вначале разработанный инструмент производил поиск санскритизма в русском переводе, ранее описанном алгоритмом. Затем сохранял номер фрагмента анализируемого текста и обнаруженный санскритизм, а также его индекс предложений. Затем анализировался соответствующий фрагмент санскритского текста. И с помощью правил транслитерации санскритская латиница приводилась к кириллице, и после чего транслитерированное слово проверялось на соответствие какому-либо из извлеченных санскритизмов из русского текста. И если такое находилось, это слово сохранялось вместе с его индексом. Вот на слайде, если рассмотреть первую строчку, 1, 4 — это номер фрагмента текста санскритского и русского перевода. Далее идёт индекс санскритизма в оригинале, само слово, и индекс санскритизма в переводе, и само имя. Для удобства выявленные соответствия санскритских имён были выделены в тексте разными цветами. Так одно и то же имя в переводе и оригинале обозначено одним цветом. Вот, например, первое имя Мэй Шампайна в русском переводе и в санскритском оригинале обозначено розовым цветом. Здесь можно заметить, что санскритские слова в оригинале часто являются сложными и включают в себя несколько основ, которым в русском переводе соответствуют отдельные слова. как, например, кунти, выделенное синим цветом, в оригинале выглядит как кунти-путро. Но путро — это уже другое слово. И в таких случаях в тексте оригинала выделяется не всё слово целиком, а только та часть, которая соответствует санскритизму в русском переводе. То есть не кунти-путро выделяется, а только кунти. Выделенным санскритизмом в русском переводе были приписаны морфологические теги рот, число и падеж, взятые из морфо-синтактического анализа Дипавлова, а также указаны лемы, полученные с помощью ранее описанного алгоритма. В санскритской части текста были приписаны теги, взятые из санскритского корпуса, которые даны там построчно, то есть привязаны не к одному слову целиком, а к целой строке. Код и все материалы, использовавшиеся и полученные в исследовании, находятся в открытом доступе и выложены на ГИТХА. Спасибо. Спасибо большое, Женя. Коллеги, у нас есть время на вопросы. Я еще раз прошу тех, кто к нам присоединился, пожалуйста, назовитесь реальными именами, в чате, чтобы можно было к вам обращаться соответствующим образом. Антон Александрович, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас там указатели есть, кроме заимствования санскрита, непосредственных в самом низу был бог богов. А как оно выделялось? Насколько я понимаю, это не прямой санскритизм. Да, совершенно верно. Подобные рубрики, которые присутствовали в автоматическом указателе, выделялось с помощью собранных вручную списков, полученных средством анализа существующих указателей к Махабхарате. То есть вначале нами были просмотрены бумажные указатели к третьему дому Махабхараты и выделены такие рубрики, которые программа по выделению санскритизмов просто не может выделить, потому что эти рубрики содержат русские слова. То есть были собраны такие отдельные списки и уже производился их поиск отдельно, помимо поиска санскритизмов. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы у вас есть? Женя. Пожалуйста, либо поднимайте руку, либо уже включайте микрофон и говорите. Лидия, у вас вопрос, да? Нет? Так, Екатерина Владимировна, у вас вопрос. Я думаю, что можно, было бы интересно, чтобы, было бы интересно узнать, как вы себе представляете дальнейшие шаги. Ведь это же только маленький первый шаг для формирования корпуса и рабочей версии. Как это будет дальше? Мечтали ли это о корпусе в целом? Вот так. Конечно. Я думаю, что следующим шагом должно стать приписывание морфологических тегов ко всем словам в русском переводе. и я думаю, что имеет смысл производить это с помощью анализа Ди Павлова, так как он показывает наилучшие результаты. Еще раз подчеркну, что в отличие от других анализаторов он использует контекст, поэтому морфологические теги, которые он предлагает, более точны. Затем, я думаю, ну вот, как я уже сказала, в тексте оригинала теги приписаны целой строке, а не каждому слову целиком. Я думаю, что имеет смысл заняться этой задачей отдельно и как-то их разграничить, потому что на самом деле это тоже нетривиальная задача. Ну, наверное, это такие вот два шага, которые я вижу, которые имеет смысл выполнить следующими. Спасибо. Спасибо большое. Женя, Сергей Дмитриевич, Серебряный, если я правильно понимаю. Да, я тут есть, действительно. Вы извините, я подключился без чего-то в 12, потому что мне сказали, что будет начало в 12, так что я, видимо, слышал уже самый конец, но мне это, конечно, все очень интересно, и я надеюсь потом видеозапись, может быть, целиком просмотреть. У меня, я в этой вот, так сказать, технологии мало что понимаю, что такой Ди Павлов, мне придется еще выяснять самому или с вашей помощью, но у меня сразу возникло вот какое соображение. там вот в определениях слов появляются латинские названия растений, взятые, конечно, из Моннер-Вильямса. Это, в общем, практика, которая до сих пор существует, но, насколько я понял, она порочна. У меня есть родственник геоботаник, и я вот пошел с ним консультироваться. Он, когда увидел эти вот номенклатуру, взятую из Моннер-Вильямса, он возопил, затопал на меня ногами и сказал, что как можно вообще брать эту ботаническую номенклатуру конца 19 века, когда с тех пор ботаническая номенклатура очень сильно изменилась, и это все, в общем, чепуха. Ну, я пока далеко не продвинулся, но я просто хочу обратить ваше внимание на эту проблему. Сейчас все так делают, и вот в американском переводе и Махабхарат, и Роман, и они ничтоже сумняшисть переписывают из Моннер-Вильямса все эти самые латинские названия. И у нас так. Но с этим надо что-то делать, это действительно все устарело. Так что, извините, это вот, может быть, не совсем по теме мое замечание, но тем не менее, поскольку это составляется указатель, это тоже часть указателя. Да, спасибо. Вот я не знаю, вы, это вот, Евгения, вы в Питере живете? Нет. Где, в Москве? Да. Ну, вот, мне будет просто интересно, мы с вами должны найти какие-то и литературы, и каких-то людей. Я знаю еще несколько людей, но в этом у ботаников тоже споры между собой, там у них они ломают копья, там, как определять то или сё. То есть, тут тоже есть, это, кстати, вообще большая проблема, как соотносятся санскритские имена для того или иного растения с той или иной европейской номенклатурой. Это, даже если мы возьмем самую новую номенклатуру, там все равно будут проблемы, потому что, насколько я понимаю, все-таки вот у индийцев не было такой развитой, так сказать, ботанической науки. И эти санскритские, вот мой этот самый родственник, геоботаник, мне сказал, вот, они берут латинскую номенклатуру, там точно какой-то вид. А где у тебя гарантия, что вот это санскритское слово обозначает именно этот вид? Может быть, санскритское слово описывало целый род? Вот. Понимаете, вот это такая проблема. С какой дробностью санскритские имена описывали вот эту самую флору? То есть тут еще куча проблем, которые, может быть, не имеют такого, ну, не знаю, фундаментального значения для вашей работы, но все-таки для составления указателей словаря это очень важно. Да, извините, что я... Спасибо большое за комментарии и замечания. Не хотели, ну, конкретно этот вопрос, конечно, не рассматривался. Задача системы на этом этапе была просто генерация рубрик к книге. Да-да, я понимаю, я понимаю, что, так сказать, мое замечание, оно как бы покасательное к вашей теме, но все-таки, поскольку я вот увидел все эти самые мимозусы, или как он там называется, я сразу задрожал. Сергей Дмитриевич, нам придется переквалифицировать всю высшую школу экономики, чтобы решить все те проблемы, которые возникают при разработке параллельного санскритско-русского корпуса. Я боюсь, что отныне не будет других проблем и других вопросов, потому что проблем там, конечно, невероятное количество. коллеги, спасибо большое вам за комментарии, Сергей Дмитриевич, Марц Юрьевич. Вот, просто чтобы мы не сорвали сроки, я предлагаю перейти к, потому что у нас целых три отзыва, отзыв от научного руководителя и научного консультанта, Дмитрий Владимирович и Марц Юрьевич, постарайтесь, пожалуйста, кратко. Коллеги, я считаю, что это довольно важный шаг к созданию параллельного корпуса. Некоторые прототипы на отдельных предложениях уже созданы и выложены в GitHub. Собственно, выровнять уже этот транслитерированный и размеченный санскритский текст и русский несложно, потому что в них введено и деление по строкам и знаки препинания и алфавитное письмо, так что общепринятые в параллельных корпусах механизмы в принципе тут расстояние предложения дадут неплохие результаты. Здесь очень действительно важная вещь сделать адекватную морфологическую разметку перевода, задачи, которая нет для большинства других языков, потому что переводится на более-менее стандартный русский язык. Здесь же очень частотные заимствования и оказиональные образования, причем представляющие часто такой челлендж для русской морфологии, потому что всякие индийские слова, кончающиеся на ау, на ата, на ара, на ати, как правило, пересекаются с русскими морфологическими классами и дают совершенно неправильные предсказания, если не написать какие-то общие списки или дополнительные морфологические правила. И с этой задачей исследовательница безусловно справилась, постоянно там проводится эволюэйшн результатов, и действительно с точки зрения морфологии и отсутствия ложных срабатываний и попаданий в знакомые русские модели здесь все очень правильно. Ну и хочу подчеркнуть вот этот механизм связывания этих заимствований с их оригиналами путем транслитерации, которые дополнительно связывают выравнивание в корпусе и корректируют автоматическое по длинным предложения строк, шок и прочих изменений в тексте. Ну и в качестве полезного бай-продукта всего этого алфавитный указатель, что вообще очень полезно для изданий, но редко теоретизируется. Известные указатели Крылова, как правило, вообще не содержат никаких, которые он производит в большом количестве, не содержат вообще никаких комментариев методологии, то есть это все остается наутку литературоведом и тому подобным, между тем, на самом деле, конечно, важная задача. Ну, я еще раз подчеркиваю, что параллельный корпус русского языка с любым древним языком делается фактически впервые, что Челленджи здесь очень большие с точки зрения грамматики перевода, и соответственно, предлагаю это вот заинописано отличную оценку. Мартис Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Когда мне говорят, что российское востоковедение отстает на 30-300 лет, я должен сказать, что с сегодняшнего дня российское востоковедение на 30 лет впереди. И, возможно, здесь есть погрешности, но они не имеют значения, потому что это концептуально другой век, то есть то, о чем сказал Сергей Дмитриевич, мы до сих пор живем, используя методологию 19 века. Так вот, работа, которую подготовил Евгений, это не прототип, это уже рабочая модель методологии 21 века. И если Google Translate когда-нибудь заговорит на санскрите, это будет благодаря скромной девушке из Москвы, которая соединила огромный объем санскритской бездонной литературы с русской морфологической разметкой. И я могу сказать, что, конечно, отлично лишь потому, что нельзя отлично с плюсом, потому что эта выдающаяся работа выполнена на отлично с плюсом. Спасибо большое, Марк Сыревич. Вот. И я сразу тогда перейду к отзыву рецензента. Рецензент это Тимофей Александрович Архангельский, кандидат филологических наук, сотрудник университета Гамбурга. Он говорит в своем отзыве следующее, что в работе Евгении Рубановой рассматривается задача, актуальная для обработки текста, переведенных на русский язык санскритом. Основной целью работы в начале заглавия указывается создание параллельного русско-санскритского корпуса, но на самом деле задачи специфичные именно для разработки параллельных корпусов в работе не рассматривается. Поставленные задачи в целом решаются, хотя и с применением отхок решений, которые, вероятно, будет трудно масштабировать и отложивать при дальнейшем использовании. Кроме того, работа содержит довольно подробный анализ ошибок, которые допускают русские морфологические анализаторы на переведенных санскритом текстов. Далее рецензент перечисляет несколько замещаний и комментариев к работе. Во-первых, понятие именованная сущность в работах по компьютерной лингвистике означает наименование уникального объекта. В данной работе этот термин употребляется явно не так, и помимо действительно именованных сущностей, имен и мест распространяются на другие слова, подлежащие индексации, флора, предметы и т.п. Было бы правильно либо использовать для возмущения искомых единиц другой термин, либо, по крайней мере, в самом начале объяснить, что термин именованная сущность понимается здесь не так, как это принято. Далее по конкретным местам работы. Во-первых, замечание к тексту на странице 3, где рецензент говорит, что если выравнивание осуществляется по предложениям или плаузам, а из текста кажется следует, что это так, то этот пункт о вопросе соотнесения слов вовсе не обязательен для создания конкурса. Далее по поводу страниц 7 и 8, где перечислены 3 работы об извлечении именованных сущностей для русского языка, последние из которых датированы к 2014 годам, здесь рецензент отмечает, что для компьютерной логистики 6 лет это огромный срок и что с 2014 года появилось много других методов, в основном применяющих нейронные сети, демонстрирующих лучший результат. И тоже касается и дальнейшего обзора. На странице 14 работы указывается, что PyMorphy 2 не всегда обозначают метко несловарные слова, и рецензент замечает, что скорее всего это неверный вывод, что и очевидно, что оставшиеся 42 сенскоэтизма либо входили в словарь пайморфи, либо были амонимичны другим словоформам русского языка, имеющимся в словаре. Далее страница 15, цитата из работы о том, что данные, полученные на начальном этапе работы, показали, что объем словарей с морфологическими анализаторами недостаточно велик для обработки специфических текстов, таких как махапара. Но при применяемом методе, замечает Этензент, зависимость между полнотой и объемом словаря обратная. Чем больше словарь, тем больше санскритских терминов или амонимичных им русских в нем будет. И тем, соответственно, меньше санскритинов будет найдено в результате просмотра несловарных слов. Увеличение объема словаря приведет к увеличению точности, но никак не полноты. Собственно, первая часть операции, которая производится в этом следующем разделе, это и есть сужение 400-тысячного словаря пайморфи до 132-тысячного сходного, данных слов. Далее, на странице 18 рецендент отмечает, что утверждение автора о том, что в анализаторе Адипаулов за морфологический анализ отвечает пайморфи 2 неверно, так как пайморфи 2 основан на правилах Адипаулов на машинном обучении, и это совершенно разные вещи. Дальше рецендент указывает, что на странице 45 указана точность демоматизации 98%, тогда как несколькими страницами ранее она оценилась 70%, и в приложении 9 рецензент рекомендует использовать общепринятые показатели полноты и точности. Также рецензент отмечает, что код в репозитории вряд ли сможет использовать кто-либо кроме автора, так как отсутствует файл ритми и документация, и используется формат IPY-ND, больше подходящий для демонстрации, о неиспользовании на практике. И с учетом изложенных выше замечаний рецензент рекомендует оценить работу в 7 баллов. Женя, я думаю, что у вас есть время ответить на вопросы и замечания рецензента, и можно опять же сразу после этого перейти к заключительному слову. пожалуйста. Да, спасибо. Я хочу сказать, что некоторые из замечаний ингредиента были исправлены, то есть, например, показатели полноты и точности были подсчитаны, вот вы могли их видеть на каком-то слайду. также код, который выложен на GitHub, был исправлен и приведен к нормальному виду, который в принципе можно использовать и его уже успешно использовали другие люди. Затем хочу сказать, что некоторые из замечаний на самом деле не отражают действительность. Вот, когда рецензент сказал о том, что лимонетизация в одном месте указана как 98% точность лимонетизации, хотя ранее указывалось 70%, на этих нескольких страницах, которые разделяют эти показатели, были описаны дополнительные правила и усовершенствования, которые позволили улучшить качество лимонетизации. Также замечания по поводу Ди Павлова и Пайморфи тоже не очень верно, потому что Ди Павлов действительно использует Пайморфи для получения лиммы. Как я описывала в работе, теги морфологические приписывают с использованием контекста, то есть именно теги отличаются. Некоторые из замечаний также были учитаны и действительно не были рассмотрены все новейшие работы в области извлечения информации. Но мы остановились на создании системы с помощью подхода, основанного на правилах. Вроде все касательно замечаний рецензента. В качестве финального слова я хочу сказать спасибо своим научным руководителям Мартусу Юрьевичу и Дмитрию Владимировичу за помощь в выполнении и написании работы, а также всем, кто тем или иным образом оказывал поддержку и способствовал продвижению в исследовании. Спасибо. Спасибо большое, Женя. Спасибо большое, Женя. Для протокола и видеозаписи я отражу два комментария из чата, где двое, две профессиональные программистки говорят, что они не видят сложности с изучением и использованием кода, и он написан достаточно наглядно и не настолько велик, что с ним нельзя было разобраться. И на этом мы, наверное, завершаем защиту Жени, и коллеги, я думаю, как договаривались, давайте сейчас устроим небольшой технический перерыв. Редми сделано или нет? Жень. Редми еще не сделано. Ну, конечно, конечно, так что приходится, что там пишут, а Редми то без Редми никак. Надо сделать сразу. Редми обязательно будет доделано. Ну, появились, ну, во-первых, код, как я уже сказала, был преобразован, и теперь его, в принципе, можно использовать. И в самом коде есть достаточно подробные комментарии, где что-то происходит. Вначале написано, что нужно сделать, чтобы получить автоматический указатель. Коллеги, спасибо большое. К сожалению, мы в дополнительной дискуссии, видимо, уже нарушаем протокол, и я бы, наверное, предложил ее остановить. Спасибо большое, Женя. Да, технические .